Друзья, всем привет! С вами Леся и сегодня хочу вам показать максимально бюджетные пустые баночки, которые закончились и, собственно, избавиться от них. И перед тем, как и будет пару покупок, просто хочу здесь все в одно совместить. Давайте сначала покажу вам покупку. Вот, как я вас сейчас удивлю. Это антиперспирант. Это мужской антиперспирант. The Room in the Fire. Sandal Wood Room. Девчонки, этот антиперспирант был куплен для меня в Литуале от Dolce Milk. Это мужская серия. Стоимость его 199 рублей. Вы скажете, Леся, ну ты вообще нормальный человек, да, мужский мужик? Ты уже все, скатилась. То есть я могу вам сказать, что мы покупали мужу такой гель для душа. Я просто его открывала и нюхала, нюхала, закрывала, снова подходила и нюхала, нюхала. И так как мне нужен был антиперспирант, я мужу говорю, пойди. До этого мы заходили в Литуаль, когда и я спрашивала про мои такие вот шариковые любимые антиперспиранты. У Литуаль там была серия, они были кремовые, шариковые, как стики, как аэрозоли, прям большая-большая линейка. Там цветочки, фрукты, в общем, я там покупала их. Но так как я в Литуаль не часто захожу, не часто там что-то мониторю, то я редко его покупала. Но когда была, всегда брала. И он бюджетный, классный, на него не было аллергии. А вы знаете, что у меня на бюджетные масс-маркетовские антиперспиранты всегда аллергия. Типа леди спик, да, и т.д. и т.п. Это все аллергия, воспаление лимфоузлов и раны. Значит, сказали, что их сняли с производства, остались аэрозоли на остатках. Но аэрозоли я не пользуюсь, только такими вот шариковыми. Зато появились у Дульча Милк. Я как-то в прошлый раз у Дульча Милк не купила. А в этот раз думаю, ну это же производство Литуаль, что то, что то. Наверное, есть сенс попробовать. И в наш Литуаль, к сожалению, не завезли еще Дульча Милк антиперспиранты. Хотя в других они уже появились, но это новинка, да. Я хотела с чаем, но, к сожалению, не было. Я тогда говорю мужу, а купи мне этот сандал Удром. Я попробую, вдруг мне понравится. Аромат просто потрясающий. Он сладкий. Действительно, здесь чувствуется сандал. Но это все так сладко, все так красиво, такие красивые ноты. В общем, это я себе взяла. Мужа попросила мне эти купить. Буду пользоваться. Пахнет, конечно, потрясающе. Но не знаю, как он со мной подружится. Все-таки это мужской, но ладно. Нужен был антисептик. И муж взял просто простой вот такой вот Spell for Kids. Кожный антисептик. В принципе, в основном, как бы, антисептики я таскаю для ребенка. Постоянно пользуемся. Ну, попробуем. Самый такой простой. У меня же антисептик, вот, почти закончился от Гурмандист. Тут, ну, чуть-чуточка осталось. Я уже вам сейчас покажу его. И где-то на улице воспользуемся. Я его выкину, да, чтобы домой не тащить. Потому что иногда, бывало, я антисептики машинально выбрасывала. И не успевала вам их показать. Поэтому тут точно не забуду. Тут буквально, мне кажется, на один выход на улицу. Классный антисептик. Это Гурмандист с ароматом цитруса. Удобно то, что вот распылитель, попшикал. И все удобно. Хороший. Мне нравится. Я бы повторила. И там, я знаю, другие вкусы есть. Так что, если буду делать заказы в Ривкош, а я их по-любому буду делать, и нужен будет антисептик, обязательно повторю. Так, далее. Закончился шампунь. Ходденшолдер, цитрусовая свежесть. Для жирных волос. Муж пользуется. Здесь какой-то там сумасшедший объем. 400 мл. Надолго ему хватает. Он только ходденшолдер использует. Больше ничего. У меня закончился шампунь от Фитокосметик. Суперфуд шампунь для волос, алоэ и жжоба, увлажнения и питания. Могу сказать, что этот шампунь самый обычный, самый проходной очищающий шампунь. Вот просто более безликого продукта и неинтересного еще нужно поискать. Повторять, конечно, не буду. Вы знаете, есть вот у Фитокосметик серия Народные рецепты. Там тоже, да, вот шампуни. Они просто очищающие, классические, ничего сверхъестественного. Но там такие приятные ароматы, такие приятные консистенции, цвет. Тут вообще и аромат как-то нет, и какой-то мутный этот шампунь. И, конечно, ни увлажнения, ни питания, ничего нет. Путает очень сильно волосы. Трудно расчесать. В общем, покупать точно больше не буду. Следующее, что хочу показать, вот такой вот гель от Фитокосметик Суперфуд Банан Манго витаминный. Вылила в дозатор, чтобы использовать просто для мытья котячего лотка, освежить ванну. Не хочется им пользоваться. Знаете, мне эта серия вообще разочаровала. Вот это вот Суперфуд. Мне вот народные рецепты очень нравятся. А вот Суперфуд, ну, они такие химозные, дешевые запахи. Прям фу. Не нравится. Ну да, банан чувствуется, но это все как-то химозно. В общем, как-то вылила, чтобы хоть как-то ушел продукт. Поэтому мне хотелось вот такое вот видео снять, знаете, чтобы вот эти вот прям банки, которые очень дешевые, громоздкие, и не очень мне понравились, просто от них сейчас избавятся, но вот как-то они меня раздражают. Далее почти закончился от Фитокосметик серия народные рецепты. Крем для ног питательный, интенсивное питание, смягчение кожи с маслом льна и можжевельником. Не могу, девчонки, снять такое коротенькое видео, мне уже 10 раз прерывали, я не знаю, видео там даже меньше 10 минут, я его снимаю почти час. Это так, чтобы вы знали, почему я снимаю коротенькие видео, не снимаю видео там часовые, не собираю пустые баночки там по месяцу, по полтора, потому что это я бы снимала трое суток. Просто сидела бы, и меня прерывали, и что-то надо было бы сделать, так что, ой, ладно, такое лирическое отступление. Значит, крем для ног. Большой объем, 150 мл, аромат, ну, серия народные рецепты, она, в принципе, вообще пахнет приятно. Вот видите, там уже донышко, уже чуть-чуть-чуть осталось. Я, конечно, вот это чуть-чуть доиспользую. Сейчас жара, купаешься по 100 раз на день, выходишь из душа и намазываешь все равно ноги, так что это очень быстро у меня уйдет. Я думаю, за выходные, до конца недели я это использую. Значит, интересная консистенция такая. Смотрите, он вроде густой, как маслица, с одной стороны, как взбитая, как будто бы маслица. Видите, как какая-то парфешка, что ли, как какой-то вот творожок. И потом это все распределяется очень хорошо по ножкам, очень быстро впитывается аромат. Вот, не скажу, что вау, но такой приятный, какой-то, знаете, ягодный, скорее всего, ягодный, мне кажется. Но можжевельником ничем таким травяным не пахнет, больше как ягодками. Ну, девчонки, он, ну, питательный, ну, как бы назвали питательный, но я бы так не сказала. Он достаточно, мне кажется, такой, знаете, быстро впитывается, и ножки потом все равно сухие. То есть мне все равно не хватает какой-то вот увлажненности, питательности, вот этого всего не хватает. Но, может быть, на лето это нормально, чтобы не перегружать, да, себя, кожу свою, но слабоватенько. Даже для меня, хотя у меня нет трещин, ничего такого. Так что, девчонки, вот такие вот были небольшие покупки, небольшие пустые баночки. Хочется вот от этого всего поскорее избавиться, брать уж что-то поинтереснее, но и выбрасывать я тоже эти остатки, прям совсем бюджет-бюджет-бюджетные косметики, тоже не хочу, их можно применить, они рабочие, так что вот так вот. Все, буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.